Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. Вот и наступил долгожданный момент. В столице Республики Беларусь, городе Минске, вводятся в эксплуатацию четыре станции первой очереди третьей линии метро. Зеленоужская линия протяженностью 17,2 км с 14 станциями свяжет Зеленый Луг с Курасовщиной. В ее первую очередь вошли четыре станции. Ковальская Слобода, вокзальная, площадь Франтишко-Богушевича и Юбилейная площадь. Две из них пересадочные. Юбилейная площадь с Фрунзенской и вокзальная с площадью Ленина. Подготовительные работы по строительству Зеленоужской линии начались летом 2013 года. Через два года Минск Метрострой закупил механизированный тоннелепроходческий комплекс французской фирмы ГСМ Бесак. В феврале 2016 года он стартовал с вокзальной в направлении Юбилейной площади. Параметры и характеристики этого оборудования, получившего имя Олеся, разительно отличаются от немеханизированных щитов. Длина его 92 метра, вес 550 тонн, диаметр 6 метров. Выработка у Олеси в 4-5 раз больше, до 15 метров в сутки. А главное, все процессы в щите автоматизированы. Проходчики практически не контактируют с открытым забоем, что значительно облегчает их труд и делает его безопасным. Зеленоужская линия кардинально отличается от уже действующих. Здесь находится самая глубокая по залеганию станция – Юбилейная площадь, глубиной 32 метра. На вокзальной сооружен первый наземный вестибюль. Здесь же и самый широкий перрон – 16 метров. На этой линии использован и ряд инновационных систем, не применявшихся ранее в подземке. Все технологические процессы будут полностью автоматизированы. Информация с приборов и датчиков со станции станет поступать в новый инженерный корпус. В нем разместятся специалисты, которые начнут обслуживать не только третью, но и в перспективе и четвертую линию метро. В числе наиболее приметных ноу-хау Зеленоужской линии двери автоматические станционные – ДАЗ или защитные экраны, которые должны полностью обезопасить пассажиров от падения на рельсы. На пешеходных переходах с первой и второй линии на третью смонтированы траволаторы – так называемые бегущие дорожки. На Зеленоужской линии будут задействованы и новые электропоезда, произведенные на предприятии «Штадлер-Минск». Ход их плавный и бесшумный, в них можно передвигаться во время движения по всему составу. Кузов из алюминиевых сплавов, срок службы – 50 лет. Электропоезда оснащены автоведением, что значительно упростит деятельность машиниста, за которым останутся только функции контроля. Продолжение следует... Станция «Ковальская Слобода» находится в районе пересечения улиц Жуковского и Воронянского. Она названа так в память о кузнецах, которые когда-то жили в этом районе. Визуально эта станция в первую очередь отличается тем, что на ней нет колонн. На потолке кованы декоративные конструкции, которые напоминают белорусские узоры. Стены тоже украшены графическими сюжетами. Картины нанесены на противоударное стекло. В стекле также можно заметить небольшие скульптуры. На платформе «Ковальской Слободы», как и на платформах всех четырех новых станций, установлены защитные экраны турецкого производства. Двери, которые открываются синхронно с дверьми вагонов поезда. Как поясняют в Минск метрострое, это сделано в первую очередь для безопасности, чтобы никто не упал на рельсы. В случае же чрезвычайной ситуации двери легко открываются со стороны поезда. Временно станция «Ковальская Слобода» будет конечной, а потом запустят аэродромную, которая расположится в квартале «Минск-Мир». Станция «Вокзальная» будет пересадочной между станциями Московской и Зеленолужской линией. У нее наземный вестибюль, который находится возле станции «Дружная». Вестибюль выполнен в зеленой гамме, а интерьер внизу у платформы в черно-бело-красной. Все эти линии символизируют дороги, потому что рядом находится вокзал. Платформа очень широкая, около 16 метров. На платформе станции «Вокзальная» установлена скульптура «Древо дорог» скульптора Александра Шаппо. В тоннелях перехода на станцию Площадь Ленина установлены траволаторы, которые движутся со скоростью 5-7 км в час. Они будут удобны для тех, кто едет на вокзал или с вокзала с багажом. Станция Площадь Франтишко-Богушевича На станции установлены сразу две скульптуры. Их разместили на стенах и торцах платформы. Первая – ткацкий станок, размером 5 на 6 метров. На станке написаны слова Франтишко-Богушевича. Вторая скульптура – книга «Белорусская», размер 6 на 6 метров из меди. На ней также размещены слова Богушевича. Станция Юбилейная площадь находится на пересечении улиц Сухой и Кальварийской. Она будет пересадочной на автозаводскую линию к станции Фрунзенская. Название станции сохраняет местный топоним – Юбилейная площадь. Менчане используют его до сих пор, хотя никто не помнит, о каком юбилее идет речь. Площадь в Старом Минске в 1826 году так назвали в честь важной даты – юбилея полутора тысячелетия Первого Вселенского собора, на котором утвердили символы христианской веры. На платформе станции установлена скульптура «Солнце». Она выполнена из нержавеющей стали, причем с загадкой. Это только половина диска, но она так вмонтирована в потолок, что с определенных точек на платформе будет казаться полным солнечным диском. Станция Юбилейная площадь будет самой глубокой в Минске. Ее глубина – 32 метра. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ